В имя Отца и Сына и Святого Духа, Аминь. Еще раз напомню цель этих программ. Цель этих программ – утверждение внешнего круга ортодоксии, за которым нет церкви. Изучая оросы, то есть пределы, преграды церкви, определенные святыми отцами неразделенной Христовой Церкви первого тысячелетия, мы тем самым пытаемся обезопасить себя, верующих во Христа и живущих в 21 веке, от лжеучения. Но это только одна грань и одна цель этих передач. Не стоит забывать, что одной из главных целей своего существования, лично я полагаю, служение единству тела Христова, когда-то нарушенному множеством различных расколов. Таким образом, на сегодняшний день мы имеем несколько церковных административных структур, которые по своей ортодоксии являются Церковью Христовой и свою экклезиальность строят на принципах апостольского преемства, но все же не имеют между собой евхаристического общения, обзывая друг друга раскольниками. И такое положение вещей, мне кажется, неприемлемым. Поэтому мое служение посвящено делу конвергенции, сближению ортодоксальных церквей, преодолению расколов и установлению интеркоммуниона между ортодоксальными церквами. Ну а также проповедь ортодоксального апостольского учения тем людям, которые по тем или иным причинам не имеют ортодоксальных взглядов. И казалось бы, этот цикл передач уже должен закончиться, потому что прошлую передачу мы закончили торжеством православия, торжеством ортодоксии. Но казалось бы, все? Мы рассмотрели с вами оросы, то есть богословские определения семи вселенских соборов. Ну а дальше в 11 веке церковь постигла великая схизма, великий раскол между Востоком и Западом. И вожделенное нами единство церкви Христовой было утрачено. Но в том-то и дело, что нам бы хотелось, чтобы церковь все-таки вернулась к единству первого тысячелетия. И первым шагом к этому явилось установление интеркоммуниона между консервативной и апостольской лютеранской церковью Елцаи и консервативными, ортодоксальными и, что немаловажно, придерживающимися правил ортопраксии старокатолическими церквами Европы. Но это был только первый шаг в 2015 году. Дорожная карта конвергентного движения простирается вперед, наверное, лет на 300, а то и 500. Если, конечно, Господь даст нам столько времени. Вряд ли все мои мечты осуществятся при моей жизни. Но у меня есть единомышленники, мои братья, служители, с которыми мы вместе служим Христу. Есть ученики и последователи. И мы молимся о единстве церкви Христовой. И программа Ортодоксия Онлайн, я надеюсь, послужит делу конвергенции. И мы продолжим ее. Поэтому подписывайтесь на канал и смотрите свежие серии. Впрочем, вступление затянулось, не откладывая дело в долгий ящик. Начнем, пожалуй. И прежде чем мы перейдем к новой теме, хочется ответить на некоторые комментарии, которые вы оставили к предыдущему видео. Многие из этих комментариев я удалил для того, чтобы не провоцировать жестокие и кровопролитные схватки в комментариях. Какие-то комментарии я оставил. Так или иначе, среди множества комментариев, показавшихся мне сущностно важными, можно выделить три вопроса, на которые я бы хотел ответить. Ну и первый вопрос. Хорошо. Ну вот, например, изображение Херувимов Господь повелел сделать в Скине. Но в Новом Завете нет прямого повеления делать иконы. Это всего лишь какие-то ваши логические рассуждения. Есть ли в Новом Завете повеление делать иконы? Мол, если вы ждете, что прям апостол Павел где-то напишет, а еще повелеваю вам повесить в собрании вашим иконы и почитать их. Такого, конечно, текста мы, наверное, в Писании не найдем. Но в Писании мы не найдем и массы других текстов. Например, поставьте в собрании вашим кафедру, напишите на ней «Мы проповедуем Христа распятого», а на стены другие изречения из Священного Писания. И тако проповедуйте. С другой стороны, вроде бы это и справедливо. Никто не обличает тех, у кого нет кафедры, например. А тех, у кого нет икон, вроде бы Седьмой Вселенский Собор даже анафиматствует. Поэтому, конечно, мое сравнение не очень релевантно. Но зато и библейских оснований у иконопочитания, конечно же, гораздо больше, чем оснований иметь в церкви кафедру. Ну, я имею в виду именно трибуну, с которой выступает проповедник. Ну, во-первых, в Новом Завете множество есть повелений подражать Христу. Среди прочих деяний, которые сделал Христос, он явил нам икону Бога. При этом он принял также и образ раба. И он заповедал на эту икону, то есть на свой образ, являющий нам образ Божий, смотреть, взирать. «Видевший меня, видел Отца», — говорит он. Да и я, в общем-то, удивляюсь этому вопросу от моих братьев и друзей неопротестантов. Я очень уважаю и ценю проповеди, например, Чарльза Сперджина. Но сам Чарльз Сперджин обратился ко Христу, когда услышал проповедь какого-то малообразованного старца в церкви. И эта проповедь призывала его взглянуть на Христа. Обратите внимание, взглянуть. Ну, вы скажете, это фигура речи. Но как же истолковать эту фигуру речи? А вот цитата из проповеди самого же Сперджина. «Подлинной скорби о грехе быть не может, пока не подъем лишь взор на Христа». Прекрасно сказал об этом один из древних. Глаза сотворены, по крайней мере, для двух действий. Во-первых, чтобы смотреть, и во-вторых, чтобы плакать. Глаза, взирающие на пронзенного, суть – глаза, оплакивающие его. Заметьте, он говорит о глазах. Даже не об образе, духовно создаваемом в уме грешника, взирающего на крест Христов. «О, душа, когда ты приходишь взглянуть на того, на которого должны взирать все, на того, которого пронзили, тогда ты скорбишь о том, о чем должны скорбеть все, то есть о грехе, распявшем нашего Спасителя». Не случайно и иудеи обратятся ко Христу, воззрев на того, которого пронзили. Ну, правда, это будет в его втором пришествии, и он будет виден воочию, но, тем не менее, и сегодня мы должны воззреть на того, которого пронзили. Иоанну было сказано «не иди и слушай» или «не иди и читай». «Возьми и читай» было сказано Августину Блаженному. А вот Иоанну, богослову, тайнозрителю, было сказано «иди и смотри». И само откровение – это образ, а не текст. В текст его позже превратит Иоанн, разумеется, будучи движим Духом Святым. А вот еще повеление Нового Завета. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел одесную престола Божия. «Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». Обратите внимание, мысленный взор нужно обратить на Христа. А вот интересно, о чем пишет апостол Павел во 2 Коринфянам 3.18. «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа». Обратите внимание, мы должны взирать на славу Господню и взирая преображаться. Галатам тот же Павел пишет, «О несмысленные галаты, кто прельстил вас не покоряться истине, вас, у которых перед глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый». А евангелист Иоанн пишет о том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осизали руки наши о слове жизни. Важно было не просто слышать, важно было смотреть, рассматривать и даже осизать руками. И это очень важно, потому что антихрист и лжеучитель будет отрицать телесное воплощение Христа. И апостол Иоанн говорит, что мы должны иметь общение с теми, кто в это верит, с апостолами, которые вот так эмпирически, глазами и осизанием познавали Христа, а не только ушами. Конечно, вы можете мне сказать, что речь идет о некоем духовном взоре, что у первых христиан не было икон, перед которыми они бы совершали моления и которые бы они лобызали. Все это так, но обратите внимание, что даже словом Божьим создается образ Христов. И память о визуальном образе Христа для апостолов была очень важна. Уж не знаю, был ли Лука первым иконописцем, на этот счет можно как раз спорить. Можно спорить о Туринской плащанице, можно спорить о Святой Веронике и других нерукотворенных образах Спасителя. Но вот о чем спорить совершенно нельзя, невозможный глупоток, это то, что у нас всегда в голове возникает некий образ, когда мы говорим о Христе, когда мы говорим о распятии, когда мы говорим о воплощении, когда мы говорим о деяниях Иисуса Христа, совершаемых им на земле. Ну так мы устроены. Возникает перед нашим мысленным взором некто, одетый в хитон и сандалии, имеющий бороду и определенного вида прическу, пригвожденный ко кресту, выходящий из гроба. Именно образ в голове возникает. И можно, конечно, взирать на этот образ. Но лучше все-таки взирать на икону, потому что именно икона лучше, чем наш внутренний образ, отражает суть воплощения. Лучше. Вспомните, что Христос пришел не в уме нашим, а реально, так, чтобы быть видимым очами. Лучший враг хорошего. Хорошо иметь образ Христов в уме. Но беда только в том, что этот образ так часто искажается именно народным неграмотным сознанием, что часто даже приобретает и вовсе еретические черты. Поэтому церковные каноны, которые иконопись возвели даже в ранг богословской дисциплины, в этом смысле гораздо и безопаснее, и полезнее для назидания, и для поклонения Богу. Второй вопрос, который задавали, но ведь слушайте, все ваши ветхозаветные примеры, храм, медный змей, это же все временные явления. И слава Господне когда-то покинула храм, и медный змей перестал работать и даже превратился в идола. Кстати, иконы могут стать идолами. Только вот почему-то до сих пор не стали для нормальных христиан. Я свидетель, мы используем иконы с 2014 года, вот уже 5 лет скоро будет, и я не видел ни одного проявления идолопоклонства ни в своей семье, ни у своих прихожан. Но вопрос был во временности, что называется. Да, медный змей и храм это явления временные, подлежащие разрушению. Но плоть Христова вечно, и еретик тот, кто считает его воплощение временным. И мы об этом очень подробно говорили. Поэтому Бог-Сын стал человеком навсегда, чтобы и человека обожить навсегда. И образ распятого, пронзенного, это вечный образ Иисуса Христа. Погибнут все иконы, ну в том смысле, что поблекнут краски, сгниют доски, а образ Христа не поблекнет и не сгниет. Характер останется таковым вечно. И в вечности мы будем взирать на невидимого Бога, восхотевшего стать видимым и явившегося нам в образе распятого. Ну и третий вопрос, немного ернический, а как же насчет фильмов и вообще разницы между сакральным и профанным изображением? Ну, типа любой же может намалевать какой-то образ Христа. Или вот, пожалуйста, фильм Мэллы Гибсона мы сняли. Что же нам теперь, бежать к экрану и целовать его? Друзья мои, конечно, любую систему можно довести до абсурда. Но, во-первых, если вы обратили внимание, что даже не все иконы в храме можно поцеловать. Да, есть благочестивые обычаи, особенно в православных церквах, когда прихожанин входит в храм еще до начала службы, он прикладывается ко всем иконам, которым может приложиться в храме. Но, разумеется, попробуйте, например, приложиться к иконам из деисусного пророческого или проотеческого ряда на иконостасе. Они просто очень высоко. Без приставной лестницы не получится. Но, разумеется, никто с лестницами в храм не входит. И я говорил о том, что не обязательно целовать иконы для того, чтобы относиться к ним почтительно. Можно поцеловать, если есть такая возможность и есть такое сердечное побуждение. То есть, это один из способов выразить свое почитание. Но я титрами даже в прошлой серии обозначил, что достаточно будет поклона и осенения себя крестным знаменем, когда ты входишь в помещение, где есть икона. И это уже достаточное почтение. Но, во-вторых, что касается образа Христа в фильме или в спектакле. На самом деле, это, строго говоря, не икона. Конечно, это икона иконы. Или, если перевести на язык текста, это будет двойной перевод. И может быть, даже тройной. Потому что Иисус – это икона Бога. А изображение Иисуса – это икона иконы. А актер, загримированный под Иисуса – это икона иконы иконы. Поэтому это, хотя и образ, конечно, и определенный характер, но все же это уже третий перевод. Довольно далекий. Ну, а в-третьих, все-таки давайте различать вопросы сущностные и литургические. Изменить литургию сложно и не всегда нужно. И не случайно существуют богословия иконы и канонические изображения для того, чтобы уберечься от ереси. Ну, например, запрещено изображать Бога Отца, даже в виде Ветхого днями, из видения пророка Даниила. Хотя, например, существуют иконы, ну, типа, сопрестолия. Но использовать такие иконы запрещено, потому что Бога Отца изображать нельзя. Можно лишь символически, как, например, в иконе Троицы, где непонятно, кто есть, кто и это сделано специально. Потому что нельзя сказать, какая фигура Отца, какая Сына, а какая Духа Святого. Потому что там постоянно одно в другое как бы перетекает. Именно для того, чтобы не нарушить богословский канон. И в этом смысле самочинная кем-то намалеванная икона может содержать богословские ошибки, например. Я уже не говорю о фильме, который может снять абсолютно светский человек, не консультируясь с богословами. Впрочем, с почтением относиться к образу Христа даже в фильме можно и нужно. Ведь используем же мы фильмы для благовестия. То есть для того, чтобы образ, кстати, послужил помощью в начале спасения. И не случайно протестанты, которые не любят иконы, но зато так любят фильм Иисус использовать для благовестия. И многие ведь свидетельствуют, что обратились к Богу, когда увидели, как актер, загримированный под Христа, понарошку умирает на кресте. Но ведь Дух-то Святой подействовал не через актера, а именно через вот этот, пусть и тройной, в тройном переводе, характер Христа. И в этом смысле у нас есть такая общая платформа для сближения, что ли? Зачем же нам ругаться и расходиться? Наоборот, нам нужно беседовать и находить точки соприкосновения. Поэтому я лично не вижу ничего плохого, если вы, глядя фильм о Христе, умилились сердцем, помолились искренне Богу, осенили себя крестным знаменем и так далее. Вот такие мысли по поводу ваших комментариев. Ну а теперь давайте перейдем к новой теме. Последующие серии программы Ортодокси Онлайн будут касаться так называемых малых решений Вселенских Соборов. Малых не в смысле их малой значимости, а малых в смысле их малой известности. Потому что всегда Вселенский Собор собирался по какому-то крупному поводу. Я имею в виду именно богословский повод. Но на повестке дня, извините за такой канцеляризм, стояли и мелкие богословские вопросы. Которые тоже требовали безоплагательного решения и которые были решены на Вселенских Соборах. Поэтому давайте как бы отмотаем назад и вернемся к Первому Вселенскому Собору. Помимо прочих богословских решений и осуждения ереси Ария, Первый Вселенский Собор дал теоретическое обоснование преодолению новоцианского раскола. И сегодня мы поговорим об этом. Я не буду читать вам лекцию по истории церкви. Вы можете набрать словосочетание новоцианский раскол в гугле и получить массу информации по этому вопросу. Условно говоря, это был раскол, который начался в Карфагене, перекинулся на Рим и поднял очень важные вопросы. Дело в том, что во время гонений римских императоров некоторые верующие отстаивали свою веру даже до смерти. А некоторые, не выдержав пыток, отрекались от Христа. А потом, когда гонения ослабевали, вновь приходили в церковь и хотели покаяться и просили, чтобы их приняли. В церкви были так называемые исповедники. Это люди, которые пережили пытки, не отреклись от Христа, остались верными Богу, но по каким-то причинам выжили, остались живы. И вот исповедников церковь, конечно, очень почитала. И именно исповедники, которые, что называется, на своей шкуре прочувствовали, какая тонкая грань иной раз отделяет человека, отрекшегося от Христа и принесшего там, например, жертву языческим богам, от человека, который все же вытерпел и остался верен Христу. Вот эти исповедники, как правило, были настроены очень снисходительно. И это правильно, потому что осудить другого легко и сказать, уж я-то бы никогда не отрекся. Вспомните Петра, который говорил, никогда не отрекусь от тебя, Господи, но трижды отрекся из одного страха. Даже к нему не применялись еще пытки. Но Петр был прощен Господом и потом своей мученической смертью доказал верность Христу. Так и исповедники говорили, надо дать людям второй шанс. Но не все думали так. Епископом города Карфагена тогда был Киприан, который однажды во время гонений по просьбе паствы уехал из города и скрылся, чтобы его не арестовали и не казнили. И руководил церковью удаленно, через письма. Ну а потом, когда гонения ослабли, вернулся. То есть он не отрекался от Христа. Но некоторые сказали, что он струсил. Надо было остаться в городе, пойти на дыбу, пойти на пытки, быть казненным, но не бежать. Поэтому Киприан Карфагенский, хотя и был довольно жестким человеком, когда встал вопрос о принятии отступников, занял такую довольно мягкую позицию. В частности, он говорил, что надо подходить дифференцированно. Например, были люди, которые на самом деле не приносили жертвы языческим богам, а просто своим палачам дали взятку. И купили вот это свидетельство о том, что они принесли жертву богам. Например, Киприан говорил, что если такой человек приходит в церковь и искренне кается, то его нужно, конечно, принимать. Кто на самом деле принес жертву языческим богам и теперь раскаивается в этом, то такового нужно испытывать. И принимать его в церковь только, когда он уже будет на смертном одре лежать. Или если он вдруг стал исповедником, то есть его второй раз поймали, пытали, и он все это выдержал, ну тогда его уже принимать. Если человек говорит, а что такого, я вообще ничего плохого не сделал, то есть не кается в грехах, такого не принимать вообще. И при этом Киприан настаивал, что последнее слово о принятии человека в церковь должно быть за епископом, а не за исповедниками. Таким образом, Киприан занял такую центристскую позицию. Ему противостал Новоциан, пресвитер римской церкви, который был более строг. Он отрицал право вступления в церковь тем, которые и отпадали во время гонения от христианской веры. Сколько бы они там потом не каялись. Во-вторых, если у человека умерла жена, и он вступил во второй брак. Заметьте, там про развод даже речи не было. Вдовцы, вступающие во второй брак, с точки зрения Новоциана, были грешниками. Это, конечно, было прямое нарушение повеления апостола Павла, но Новоциан был сторонником такой строгости. Вступил во второй брак после смерти жены, да ты двоеженец. Не принимать в церковь, отлучить. В крайнем случае, говорил Новоциан, можно принять такого человека посмертно, если он стал мучеником и доказал свою верность Христу. Новоциан стал раскольником, увел римскую церковь в раскол, стал антипапой римским. Ну и третья позиция была у человека по имени Нават, который говорил о том, что надо принимать в церковь вообще всех, кому исповедники дали так называемый либели пацис, то есть документ о том, что они его прощают. И не важно, что там думают епископы. То есть вот исповедники простили человека, все, принимаем в церковь. При этом Нават так ненавидел Киприана Карфагенского, что примкнул к идейному противнику своему, к Новоциану. И Нават и Новоциана даже часто путают. Они придерживались прямо противоположных взглядов. Нават был такой либерал-либерал, всех принимаем. Новоциан был такой ригорист-ригорист, никого не принимаем. Киприан занимал промежуточную позицию. Но Нават и Новоциан неожиданно объединились в одну партию против Киприана. Ну, назрел раскол. И надо сказать, что похожий раскол будет и в 4 веке, это будет раскол Донатиски. Когда в Карфагене Майорин и Донат восстали против епископа Цицилиана. Так как он был рукоположен так называемым предателем, епископом Феликсом. Предателями тогда называли тех, кто передавал властям книги священного писания. Причем Феликс на самом деле предателем не был. То есть не отдавал на поругание книги священного писания. И даже император Константин низложил Доната. Донатисты создали потом свою церковь. И они требовали перекрещивания тех, кто был за Цицилиана. То есть принимали из православной церкви через перекрещивание к себе в последователе. А в 3040-е годы вообще сблизились с разбойниками Христа ради такими древними робингудами. Церкви Целенами. Которые дубинками убивали богатых. Отбирали у них деньги и отдавали бедным. При этом считали себя благочестивыми христианами. Дубинками-то они пользовались. Потому что Христос сказал взявший меч от меча погибнет. Поэтому мечом убивать людей нельзя. А дубинкой можно. И если человек не хочет продать свое имение и раздать его нищим. То мы сделаем это за тебя. Предварительно тебя избив или убив. Ну такое было движение. Но Донатизм это более позднее явление. И Блаженный Августин с ними вступал в полемику. И официально их опроверг. И в 411 году в Карфагене на Поместном Соборе Донатизм был осужден. Но вопрос перед Церковью. Перед Первым Вселенским Собором встал такой. И вопрос этот очень важный, актуальный по сей день. Если священник грешник, тот он совершил какой-нибудь тяжкий грех. Но при этом священник не еретик. То действительно ли таинство, которое совершил этот священник? Ну вот например, тебя покрестил священник, который потом под пытками там отрекся от Христа. Или заблудил, стал алкоголиком. Вот теперь то, что он тебя покрестил, твое крещение действительно или нет? Тебя надо теперь перекрестить у хорошего, доброго, святого священника или нет? Новоциане и донатисты сказали бы, надо перекрестить. Таинство грешника недействительное. Если священник или епископ грешники и совершают таинство, то тех, кого они покрестили, надо перекрестить. Тех, кого они рукополагали, надо перерукополагать. Ну, кого-то помазали или повенчали, перемазать, перевенчать и так далее и тому подобное. Но церковь приняла решение и сказала, нет, так не будет. Действенность таинств не зависит от морального состояния священника. Потому что абсолютно безгрешных священников не бывает. Не найдем мы абсолютно святых крестителей, рукополагателей и таинства совершителей. Но встал второй вопрос. А если священник или епископ, совершающий таинство, впал в ересь, то действительно ли его таинство? И церковь сказала нет. Ну, и надо сказать, что и донатисты, и Новоциане, конечно, сказали нет. И это очень важное богословское решение, которое закреплено двумя правилами Первого Вселенского Собора. Во-первых, восьмое правило. Касательно присоединяющихся к кафолической церкви из тех, которые иногда называют себя чистыми. То есть катарами, последователями Новоциана. Святой и Великий Собор присудил, чтобы получившие у них рукоположения оставались в клире, как были. Но прежде всего они должны письменно удостоверить, что присоединятся и будут последовать определениям к кафолической и апостольской церкви. То есть будут иметь церковное общение и с двоеженцами, имеется в виду вдовцами, вступившими в брак, и с падшими в гонении. Для чего и время установлено, и срок назначен. Вообще они во всем должны последовать постановлением к кафолической церкви. Итак, если в каких-либо селениях или городах все клирики окажутся поставленными, из них одних чистых, то все, оказавшиеся в клире, пусть останутся в тех же званиях. А если некоторые из них будут присоединяться к церкви, там, где есть епископ кафолической церкви, то, очевидно, епископское достоинство должно принадлежать епископу православной церкви. А тот, который именовался епископом у так называемых чистых, будет иметь честь пресвитера. Разве только местному епископу угодно будет, чтобы и он имел участие в чести сего имени. Если же это будет не угодно епископу, то пусть откроется для него новообращенного места или хорепископа, или пресвитера. Затем, чтобы видно было, что он состоит в клире, но чтобы в одном городе двух епископов не было. Ну вот, обратите внимание, да, то есть епископ из раскола принимается в сущем сане, но если там нет епископа в той местности, если православный кафолический епископ там есть, тогда епископу из раскола предлагается либо стать пресвитером, то есть служить как пресвитеру, либо быть хорепископом, то есть векарным епископом, не обладающим административной властью, но служащим в епископском достоинстве. Это если епископ православный кафолический будет не против. Ну и девятнадцатое правило. Касательно обращающихся к православной церкви из ереси Павлианской, это ересь Павла Самосадского, постановлено непременно перекрещивать их. Те из них, которые в прошедшее время считались в клире, если окажутся беспорочными и неукоризненными по перекрещении, должны принять рукоположение от епископа православной церкви, а если при испытании окажутся неспособными, должны быть исключены из клира. То же постановление надлежит соблюдать и в отношении к диаконисам, и вообще ко всем, которые числятся в церковном чине. Диаконисы же, о которых мы упоминаем, только по внешности причитаются к этому званию, так как не имеют на себе никакого рукоположения и могут считаться совершенно в числе мирян. Здесь говорится о том, что чин диаконис, кстати, это не равно чину диакона, то есть их не рукополагают, но это не важно, не в этом суть 19 правила. А суть в том, что, например, если кто-то захочет принять в свою церковь единственника, вот там, десятника-единственника, человека, который в Троицу не верует, его нельзя просто принять. Допустим, у единственников он носил титул епископа. Его можно принять только через перекрещивание. Сначала его нужно крестить во имя Отца, Сына и Святого Духа. Какое-то время он должен побыть мирянином. Потом, если он считается достойным рукоположением, потом его нужно рукополагать заново. Считается, что он не был рукоположен. То есть, рукоположения еретиков недействительны вовсе. И даже крещение их недействительны. Вот какая интересная штука. Итак, раскольников, но не еретиков, и грешников принимают через покаяние. Раскольников иногда принимают через миропомазание. А вот еретиков только через перекрещивание. И интересно, что вот церковь зафиксировала это в самом начале своего пути. Еще 68-е правило святых апостолов гласило. Аще кто, епископ или пресвитер или диакон, приемлет от кого-либо второе рукоположение, да будет извержен от священного чина, и он и рукоположивый. Разве аще достоверно известно будет, что от еретиков имеет рукоположение? Ибо крещенным или рукоположенным от таковых, неверными, неслужителями церкви быть невозможно. Итак, церковь постановила, что действительность таинств или действенность таинств не зависит от морального облика священнослужителя. За свой моральный облик он даст отчет перед Богом. Но действенность и действительность таинств зависит от ортодоксии клирика. При этом это не означает, что согрешающий клирик может и дальше грешить и так далее. Нет, если священник пребывает в грехе, на него накладываются дисциплинарные наказания, вплоть до извержения из сана и пожизненного запрета в служении. А то и вплоть до отлучения от церкви. Но это другая история. Даже если его извергли из сана и отлучили от церкви, то все, кого он при этом покрестил или рукоположил, остаются крещенными или рукоположенными. Но вот если он еретик, тогда, конечно, его таинства недействительны. И это согласуется со священным писанием. В послании Иуды 23 стих говорит, «К иным же будьте милостивы со страхом, гнушаясь даже одеждой, оскверненной плотью». Я цитирую в переводе Кассиана. Обратите внимание, что к согрешающим, вот образно, чья одежда осквернена плотью, нужно быть милостивым, гнушаясь грехом. У нас часто наоборот. Мы к греху милостивы, снисходительны, а братом согрешающим гнушаемся. Так вот, церковь от начала говорит, «Брата, помилуй, помоги ему, исцели его, но к греху не будь снисходителем». А вот что касается ереси, то послание Титу говорит, «Еретика после первого и второго вразумления, отвращайся, зная, что таковой развратился и грешит, будучи самоосужден. Если еретик не кается, ничего общего с ним иметь нельзя. Он за пределами Церкви Христовой». Вот такое вот мало знаменитое, но очень важное богословское решение Первого Вселенского Собора, на основании которого были составлены даже определенные канонические правила. И это очень важно для дела конвергенции. Подвязайтесь за ортодоксию. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, чтобы эти видео могли распространяться. Алгоритмы Ютуба работают, к сожалению, только так, через ваши лайки. Я вас очень прошу поддержать пожертвованиями наше служение. У нас очень непростой период сейчас, но благодаря вашим пожертвованиям мы сдюжим его, пройдем его благополучно, и вы получите ту же награду, что и мы, потому что станете соработниками нашими на Неве Христовой. Господь с вами. Да благословит вас всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Идите в мире. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин